Слава Богу! Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Интересно, я знаю, что мы, большинство из нас уже давно в школу не ходят, но один из методов, которые прибегают учителя, когда ученик не понимает, ну или мы как родители, не понял ребенок, объяснил ему еще раз, не понял, но еще раз объяснил. Но обычно у нас немножко не хватает терпения, то мы начинаем уже им объяснять так, что понял. И вот здесь Иисус ему три раза говорил, одно и то же. И под конец Петр даже расстроился, он, видать, понял, что не просто так же Христос повторял одну и ту же фразу. И вот что интересно мне, здесь такой момент, что все два раза Петр отвечает одинаково, абсолютно одинаково. Я так анализировал эту ситуацию, кто-то говорит, что это из-за того, что он три раза отрекся. И я лично не думаю, что это имеет какое-либо отношение к этому. Смотрите, здесь вопрос, любишь ли ты меня более, нежели они? Как возможно определить вот эту любовь? Вот представьте себе, Петр, у вас Бог спрашивает. Любишь ли ты меня больше, чем вот здесь вся Индианолская церковь, да? И вот Петр, интересно, он сразу сказал, да, Господи. Буквально несколько дней назад он отрекся от Христа несколько раз. Но он все равно думал, что он любит Христа больше, чем они. Я не знаю, насколько это соответствовало реальности, я не могу. Тут нету как бы Христос, он не объясняет, он не говорит, он там не говорит, что у Петра на сердце. Мы читаем просто поверхностные такие события, на поверхности мы только знаем. Но я, например, я не знаю, любил ли он действительно больше, чем они все остальные. Но Петр в себе имел такую самоуверенность, можно сказать. Христос ему еще раз переспросил, еще раз переспросил. Мне кажется, вот как мы все родители, или когда в школе мы учились, мне кажется, что у Петра немножечко было неправильное представление. Я сейчас объясню, насколько мне это понятно. Может быть, когда Христос говорил ему, да, по-моему, Матфея записано в 16 главе, с 18 стишка. «И я говорю тебе, ты, Петр», то есть это значит камень, «и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Представьте себе, насколько Христос возвысил Петра. Такую роль дать человеку, что ты скажешь, будет так, не скажешь, не будет, даю тебе ключи ада и смерти. Так же, да, только что я прочитал, да? Ну, это непростая роль, это серьезное положение, это очень серьезное положение, это огромная власть, это огромная власть, это большой авторитет. Я думаю, что Петр это близко к сердцу взял. Может быть, он об этом долго думал, помышлял, ну, не просто же так же Христос сказал, он поверил этому. Может быть, у него было о себе мнение такое, соответствие, может быть, я не знаю. Но вы заметите, что до этого, о чем Христос говорил, да, смотрите. Когда он спрашивал, за кого вы меня почитаете, и в 16 стихе Петр говорит так. «Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что ни плоть и ни кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». На что Христос заостряет внимание? На способность Петра делать что-то, на то, что он не особенный человек, он такой какой-то, может быть, талантливый или еще что-то. На что он обращает внимание? Он говорит, что тебе это открыл Отец. Это не от тебя даже пришло. Тут не о тебе даже речь идет. Тебя выбирает Бог. И все. Ничем ты не отличаешься. И когда Павел говорил о подобных вещах, он говорил, а кто мы избранные? Кто мы такие? Бог избрал ничтожное, ничем незначащее. Он избрал и поставил, и сделал из этого что-то значащее. Я думаю, что Петр этого не понимал до конца. И здесь, в Евангелии от Иоанна, мы читаем, он ему один раз, второй раз и третий. И Петр все равно, и даже под конец он расстроился, и он отвечал фактически те же слова. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но заметьте, на что делает ударение Господь. На что Он обращает внимание. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Паси агнцев моих. То есть, Петр, хотя, я думаю, что вы замечали, Христос бывает, задает какой-то вопрос, который, ну, как вроде бы не по теме. Он разговаривает с Амарианкой, говорит, приведи мужа своего. Подожди, тут вообще мужа речь не шла. Там даже не было такого, не личного, такого уровня разговор. Разговор шел о Царстве Небесном, да. А он тут говорит, приведи мужа моего. Для чего муж ему, да, не нужен ему был муж, он знал. Он хотел на нее повлиять как-то. Он хотел, он сказал, как она отреагировала, тогда он имел возможность рассказать, да, ибо ты их имела несколько, да. И тогда она поняла, что она говорит не просто с человеком, не просто с человеком. И Христос задавал эти вопросы, чтобы каким-то образом повлиять на Петра. Он, может быть, видел у Петра вот эту вот проблемку такую, да, которая будет мешать ему быть пастырем. Христос, когда он говорил, я пришел не для того, чтобы мне послужили, не для того, чтобы меня восхваляли, не для того, чтобы иметь какой-то сан, величие. Я пришел послужить. Это была его миссия. И это самое он доносит Петру теперь, потому что Петр – это преемник. Не зря Христос его избрал, ему нужен был человек, который будет продолжать это дело. И он, понимая тому, что Петр должен понять это глубоко, осознать это. И он говорит, что Петр, на самом деле сейчас разговор в общении о тебе идет. Мои овцы, им нужен пастырь, паси их, паси их. Так же само в 22 главе от Лухи, здесь тоже такая история, ну, описана с 31 стишка. Христос говорит, смотрите, он, то есть он на продолжении вот своего хождения, он работал над этими учениками, он учил их, он хотел их подготовить к этой миссии, для которой они были избраны. И здесь мы говорим о Петре, да, и сказал Господь, Симон, 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 все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня. Опять-таки, мы видим, Христос, он обращал, он замечал это, он обращал на это внимание, он работал над Петром, он и хотел ему объяснить. И смотрите, Симон, сын Ионин, сатана просил съесть, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Петр, на самом деле, самое главное в твоей жизни, это исполнить твою миссию. То, для чего тебя Бог избрал, вот это самое главное в твоей жизни. Все остальное, оно не столько важно. И Христос, это понимая, он обращает на это внимание, и он пытается это Петру объяснить. Ему пришлось три раза говорить одно и то же. Ну и смотрите, и все равно Петр не до конца понимал все это. Тут же в этой главе, дальше, мы читаем с девятнадцатого стишка. «Сказав же это...» А, ну в конце, смотрите. «И сказав сие, говорит ему, иди за Мною». То есть опять Христос, уже после того, как он сделал какую-то свою месседж, да, отослал ему, объяснил что-то, что ты же смотри, смотри, овцы мои, ты пастырь, смотри, тебе нужно об этом переживать и заботиться. Потом он им говорит, иди за Мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев, Петр говорит ему, Господи, а он что? Что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого? Ты иди за Мною. Может, это было тоже какое-то проявление, я не знаю, гордости или чего, он ему позвал, а что он пошел? Ты же не звал его, Господи. Я же, я же, Петр, я же, ты же меня избрал, я же, ты же меня ставишь во главе церкви, на мне строится вся церковь. Может быть, это я перегибаю палку или ультрирую, но я это делаю с целью, чтобы подчеркнуть вот эту мысль, друзья, что самое главное в нашей жизни, это исполнить его волю. Самое главное. И неважно, какую позицию ты занимаешь или какой подсчет тебе отдается, неважно, ценят ли люди то, что ты делаешь, это абсолютно не играет роли. Самое главное, это то, чтобы исполнить его волю, это то, чтобы исполнить свою функцию. Вы заметите, что в теле Иисуса Христа есть много разных членов. И Павел, я не буду это читать, это мы все знаем, мы все это понимаем, что есть и глаза, и уши, и ноги, и ты должен понимать и осознавать, какую роль для тебя определил Бог, и ты должен это исполнять. И мы это не делаем перед людьми, мы это не делаем, чтобы люди как-то отметили или одобрили нас. Мы это делаем для Бога. И мы читаем, что Павел говорит, что раздаватели, раздавай с усердием, увещеватели, увещевай, говорит ли кто, говори как Слово Божие. Мы должны понимать, что то, для чего Бог нас избрал, Он избрал нас для того, чтобы мы дополнили и пополнили церковь. И без какого-то определенного члена церковь Божия будет ограничена, так же само, как мы. Ну, если у нас одна рука не работает, да, мы может и сможем что-то делать, но мы будем ограничены в своих действиях. Поэтому, какую бы функцию каждый из нас не исполнял, даже если это самая маленькая функция, мы должны это делать как для Господа, от всего сердца, с полной отдачей. И тогда, когда мы придем к концу нашей жизни, Бог подведет итог нашей жизни, и тогда мы получим соответствующее нам вознаграждение. В конце я хотел бы прочитать первое послание Коринфянам, седьмой главы. Здесь описаны такие слова. Павел говорит, «И я сказываю вам, братья, с 29 стишка, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром этим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Чтобы имеющие жен должны быть как не имеющие, ну, как-то немножечко, чуть-чуть можно не так понять, да? Многие в этом мире так себя и ведут. Он вроде и женатый, и вроде и не женатый. Себя чувствует нормально, свободен он. Хотя Слово Божие говорит конкретно, что соединяющийся встает одной. Оставит отца и мать, и прилепится к жене, и станут двое одной плотью. Почему-то человек себя чувствует нормально, вне, ну, на расстоянии от жены, на протяжении долгого времени, или жена от мужа. Ну, я считаю, это не по божественному принципу, и не об этом Павел здесь говорит. Это ненормально. Это должно производить какой-то дискомфорт для нас, когда мы удаляемся друг от друга. И Павел конкретно говорил, я говорю, жена от мужа не должны удаляться, разве только для поста и молитвы. То есть, чтобы не искушал вас сатана. И оно неестественно, it's not natural, когда два человека действительно, когда совершился вот этот предопределенный Богом момент соединения двоих людей, то невозможно, чтобы они были на расстоянии, и не было какого-то дискомфорта. Я думаю, здесь прежде всего Павел просто обращал внимание и говорил, что вот это все, что мы делаем здесь, покупаем, продаем, что-то делаем, мечтаем о чем-то. Мы разными делами задеваемся, это все хорошо. Но не это главное. Главное-то не это, главное то, что этот мир заканчивается, и мы, мы определенно направляем наши стопы на небо, мы жители неба. И он даже говорит у Ефесянам, мы уже посажены на небесах, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Это то состояние, в которое мы должны войти. И на это Павел и обращает внимание. Чтобы мы вошли в это состояние, время близко, мы должны понимать, осознавать и жить так. Вот что самое-самое такое сложное, мы очень много чего понимаем и правильно понимаем, особенно в нынешний век, информации и все остальное. Мы столько много хороших проповедей слышим, я про себя просто говорю. Но настолько, но почему-то до практики дело не всегда доходит, почему-то мы не всегда живем этим. Поэтому хотелось бы, чтобы вот это слово, оно повлияло на нас так, чтобы оно действительно принесло этот плод. И 35-м стишком Павел, подводя итог тому, что он говорит, он здесь так говорит. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, ограничения какие-то, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Вот это была его цель, послание, чтобы мы служили Господу благочинно и без развлечения. Ну, в английском переводе вы сами видите, я прочитал несколько переводов, здесь написано «without destruction». Ну, destruction – это не развлечение. Я не знаю, какой перевод правильней, я несколько просмотрел переводов, и смысл в английском, он более правильный. Destruction – это отвлечение, это то, что нас отвлекает от чего-то. Мы свое внимание сосредоточили на чем-то, а если вдруг меня отвлекли, или вот бывает там, папа с мамой что-то делают, а сыночек, доченька подходит, пап, 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 и что-то он хочет. Он отвлекает, это destruction. И вот Павел хочет и обращает внимание, чтобы наше служение Богу было вот именно таким, чтобы нас ничего не отвлекало от достижения этой цели. Вот это самое главное – достигнуть этой цели. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились перед Господом. Помолились перед Господом, и то слово, которое мы читали, опять-таки, это было мое восприятие того, что я прочитал в отношении Петра. Но я считаю, что это достойная мысль для того, чтобы ее принять, чтобы мы понимали. И Павел также галатом, он пишет, что не мыслите о себе более, нежели должно думать. То есть, эта мысль, она прослеживается на протяжении Писания. Чтобы мы понимали, что самое главное – это насчет дела Божия. Дело Божие, оно в центре. И все, что происходит, все, что делается в нашей жизни, мы должны это понимать. И мы должны свои усилия, свои действия, какие бы то ни были, мы должны делать для того, чтобы это дело Божие утверждалось. И чтобы мы понимали, что на самом деле, даже если Бог невелико нас использует, чтобы мы находили в себе вот это смирение и понимание. И это не просто самовнушение, это не просто, что нам теперь одни, мы говорили одни слова, а теперь мы поменяли слова и начали другие слова говорить. Но это должно произвести в нашей внутренности. От избытка сердца, говорят, уста. Это мышление, оно не должно поменяться просто на словах. Я теперь сейчас сделаю вид, что я такой набожный, я такой смиренный. Нет, мы должны это понять и осознать. И для этого я считаю, что невозможно это совершить без работы Духа Святого, невозможно это совершить без действия Божия, потому что наше само естество человеческое, оно ему не свойственно. Ему не свойственно так мыслить, не свойственно. Поэтому, конечно, сейчас, когда мы предстанем перед Господом, я хотел бы, чтобы мы смирились перед Ним и попросили Его, чтобы Бог помог нам понять то, что мы не понимаем, то, что для нас может быть непонятно. Может быть, для нас неизвестно, для чего нас Господь избрал, или какую функцию мы должны исполнять. Или, может быть, мы сильно высоко возомнили о себе, и теперь, ну как это я буду делать мелкую какую-то работу? Ноу, я человек с большим значением, может быть, даже просто в своих глазах. Хотелось бы, чтобы мы имели мировоззрение и смотрели на этот мир так, как смотрит наш Господь. Давайте мы помолимся. Господь и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты так сильно возлюбил нас, Господь. Благодарим Тебя, что Ты избрал нас в этом мире, Господь. Ты не оставил нас погибать в наших грехах, Господь. Но Ты избрал нас, Господь, и Ты поставил, чтобы мы шли и приносили плод Тебе, Господь, в Царство Твое, Господь. Ты избрал нас, Господь, и Ты ввел нас в Церковь Твою, Господь, в Дом Твой, Господь, и Ты устроил нас в Своем, Господь, здании, Господи. Я прошу Тебя, помоги нам, Господь, понять и понимать, Господь, и разуметь, Господь, какую функцию мы должны исполнять, Господь, и чтобы мы это делали, Господь, от всего нашего сердца, Господь, со всяким усердием, со всяким постоянством, Господь, чтобы мы выполняли, Господь, волю Твою, Господь, чтобы это было нашей, Господь, жизнью, Господь, чтобы это было нашей пищей, Господь, Как и Ты говорил, что пища моя творит волю пославшего меня, Господь Иисус, чтобы это стало, Господь, нашим естеством, Господь, чтобы мы просыпались с этой мыслью, чтобы мы ложились спать, Господь, с этой мыслью, чтобы исполнять Твою волю, Господь. Ты знаешь и видишь нас, Господь, как часто этого не бывает, как часто нас что-то отвлекает от исполнения Твоей воли, Господь. Иисус, я прошу Тебя, помоги нам понять, Господь, это и приложить все старания и усилия, Господь, чтобы в нашей жизни исполнялась Твоя воля, Господь, какая бы она ни была для нас, Господь, большая или маленькая, Господь, чтобы мы во всей полноте, Господь, исполнили Твою волю, чтобы мы не упускали возможности такой, чтобы исполнять Твою волю, Господь, на всяком месте, Господь, Иисус, я прошу Тебя, помоги мне лично, Господь, совершать это, Господь. Ты знаешь, Господь, как часто не хватает, Господь, сил не хватает, желания, Господь, Иисус, я прошу Тебя, Господь, помоги, Господь, Духом Твоим Святым, Господь, влияй на нас, Господь, устрояй нас, Господь, нас лично, каждого из нас, и нас вместе, как Церковь Твою, Господь. Я прошу Тебя, соверши, Господь, то, для чего Ты определил нас, Господь, чтобы мы, Господь, это совершили в нашей жизни с Твоей помощью, с действием Духа Твоего Святого, Господь, потому что иначе этого не получится, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты так, Господь, долго, Господь, терпишь нас, Господь, и продолжаешь тучать наши сердца, Господь, продолжаешь обращаться к нам, Господь, чтобы мы, Господь, достигли, Господи, достигли, Господь, этого совершенства, Господь, достигли Тебя, Господь, так, как Ты нас достиг, Господи. Пусть Твое Святое Имя прославится и возвеличится, как оно достойно. Аминь.